Девушки отдыхают У нас студия игрокам ТВ, у микрофона друг Ну и начинаем вторую ответную катку между командой Минатус Винсер и командой Тинкер На данный момент Нави уже забрали себе Снайпера, Тренд Протектора, Шейкера и Квапу Со стороны Тим Тинкер, Шторм Спирит, Феникс, Лина и Энигма Ну по пику Нави в принципе достаточно функциональный Тренд Протектора будет интересно посмотреть Я думаю что Санейка Данного героя себе заберет у Тинкеров Есть Энигма Это всегда ярко, всегда интересно Причем в Феникс там есть Лина и Шторм Спирит То есть рассказ будет чудовищным Если вдруг Нави умудрятся вступить в этот Блэк Холл Нави я смотрю сами по себе ориентированы больше на Ганки Ну и на такие более-менее налетческие врывы Где-то запрыгнули, где-то дали фессуру Квапана всех наорала Идите домой Ну и это в идеале конечно Так я думаю Артсайл видит данную комбу Снайперу подходить близко не надо Что печально конечно это то что Денди Вторую игру будет играть на Снайпере Никаких тебе Пуджей Даже никаких тебе СФов Денди у нас занимается скукотищей А не Дотой Ну Лич от Натус Винцер Вот он наверное Герой для Артстайла Тренд Протектор мне кажется будет для Санейка А вот Шейкер почему-то я думаю отправится Хотя вполне может быть да Что Лич у нас будет для Фаника Шейкер вместе с Тренд Протектором будут саппортить И Шейкер заберет себе Артстайл Мало ли вдруг у нас Артстайл на Дреда насмотрелся А Дред напомню на секундочку В Red Bull Battlegrounds На этом Шейкере Нави просто в пух и прах разорвал И нон стоп выигрыши команды Нави С приходом Артстайла на этом и оборвались Проиграли они Гранд Финал со счетом 2-1 И вот вторая катка В которой Львы смогли забрать важный поинт у команды Нави Была отыграна Дредом на Шейкере Просто на ура Тим Тинкер Не зашло первый раз зайдет второй Сларк для Блэка Пинг Панда берет себе Энигму Пай Лай Дай будет играть на линию Флоу Будет играть на Фениксе И Койква в мидлейне будет стоять на Шторм Спирите Хвост будет играть на Снайпере Отлично Дэнди у нас будет на Квапе Я уже подумал что отправят у нас Квинов Пейн фармить легкую линию Нет Снайпер у нас для Хвоста Квапа у нас В принципе да Нави это не злоупотребляет Это Эмпайр И Асус Полар Очень часто Квапу могут Да и те же ХР Квапу могут дать Артесу Иди себе мучайся фарми на легкой линии Причем Стой в соло Против триплы Такое очень часто Можно было наблюдать Квапа будет у нас на мидлейне От Дэнди Топлейн за Хвостом И Санейка на Тренд Протекторе Нижний Лайн у нас Для Фаника на Шейкере Вот это я понимаю Йоку Стайл И Арт Стайл будет у нас На Личе Шейкер сложный Шейкер скорее всего Ну не скорее всего А 100% Шейкер у нас будет фармить Фаник у нас Арт Стайлу Разумеется фарм не отдаст Фаник у нас будет вывозить артефакты Ну и Флоу На сложную линию На Фениксе Вполне может быть что Энигма отправится Туда же на линию Но есть вероятность Конечно что Энигма Сожрет одного крипа здесь И вместе со своим Со своими сынулями Отправится Фармить лес Койква будет стоять Мидлейн на Шторм Спирите И легкая линия у нас Для Блэка На Сларке И наконец-то Лина у нас Исполняет роль саппорта Пайлайдай Лайт Страйкер Прокачал В Дэнди Пошел врыв Дэнди немножко просил по ХП А вот Фаник кстати Может и приехать У Блэка пока ничего нет Паунд скачает Блэк За Фаником Но не должен здесь Фаник умирать Хотя под ноги Лайт Страйкерой На Лоу ХП Фаник Стопит его Блэк Такой маленький Такой противный Сейчас еще один будет рассказ От Пайлайдай Фаник ловит Третий Лайт Страйкерой От Пайлайдай Ну второй ловит Фаник Один поймал Дэнди И это фестблат Для команды Тинкер Начинается все примерно По тому же сценарию Что и прошлый Матч Хотя при том что Нави там терпели по фрагам Они умудрялись выигрывать По фарму Интересно было бы Если бы сейчас Открыть графики И Нави оказались бы впереди Нет конечно так не будет Тинкера у нас уже На 500 опережают Своих соперников И по экспе Та же история Жуть не графики А какая то истерика Блэк в итоге будет фармить Против Шейкера И Арт Стайла На Личе Это безусловно Неприятно Арт Стайл наверняка Будет здесь спамить Фростбластами Ну Это в принципе разумно Поэтому Ничего необычного В этом нет Поэтому у Блэка конечно Ситуация будет неприятная Дэнди Приносит себе Еще Танго Дэнди у нас Закупился на Дэмэдж Койква Пошел в ХП Манореген Приобретает себе Боттл Дэнди через Шадоустрайк Качается Пока что Пока что просто Спамить у нас Шторма Заставлять ее Зать Боттл Нон стоп Ну и Бесить всю команду Тем что Курьера Вообще нельзя Никак получить Курьер тут будет Работать исключительно На Шторм Спирита На топлейне Хвост Занимается фармом Но что-то Занятие Хвоста У нас по фарму Не очень 2-1 Крипстат Всего лишь у Хвоста Санейка Здесь занимается Дэнайами Ну и Флоу Тоже в принципе Крипам не подходил Особенно Флоу немного По экспена Собирал Шторм Спирит Уже на лоу ХП Койква Постоянно Под шадоустрайком Шейкер Забирает у нас Здесь Лину Ну и Сларк В свою очередь Забирает Шейкера Артстайл живой Артстайл вообще Далековато Был от файта Вгрызлись В Шейкера Забрали Оффлейнера команды Нави Фанник отправляется В таверну Причем второй раз 1-2 Начинает у нас Фанник Ну что Залетел далековато У нас Флоу на топ лейне Хотел сжечь хвоста В итоге Сам догорел Энигма у нас Появился на Экране Но только потому что Я с высоты Айсфрога Все это смотрел Курьер Рэддиентов У нас отвалился Кто это такой хитрый Это Санейка Конечно же Санейка у нас Зашел в спину Койка И теперь Койква Без Курьера Что теперь делать Непонятно Дэнди надо самому Быстренько похилиться И оставлять Койку вообще без хп Хотя сам Мидер команды Навис страдает Но здесь уже Летит ему В Курьере Боттл И В общем-то у Дэнди Все будет нормально Я думаю что первое время Койку можно будет Просто замучить Квапе Где-то даже И в какой-то фраг выйти Но хотя бы кто-то Должен сместиться Для этого У Дэнди второй Шадоустрайк Скрим оф Пейн В один Пока что вкачан Вообще давайте по фарму Глянем У Дэнди все великолепно По фарму 13 на 7 Не страдает Абсолютно Никаких проблем 9-2 Койква Немножко его тут напрягли Энигма В общем-то не считается Лесной герой Снайпер тоже От хвоста постепенно Выходит в топ 12 на 5 у него 12 на 3 у Блэка Блэк опять вгрызается Фанника Фиссура пошла по Блэку Дарк Пак там себя Все сбрасывает И Фанник отъезжает Рассказ очень крутой Пайлайдай Абсолютно идентичная ситуация Что и минуту назад Блэк забирает здесь Шейкера А Лич забирает Лину Третья смерть Для Фанника Все Смерти Со стороны команды Нави Были как раз Для Фанника Блэк Ну Блэку тут В принципе не сложно Стоять Фиссура Кастуется долго Поэтому прожать Дарк Пакт Не проблема Шейкер пока снимет Это бревно со спины Пока шарахнет по земле Понятное дело Что с реакцией У Блэка Все великолепно Все-таки он играет На керри И Реакция Должна работать Идеально Ловит Фанника Лайт Строкеры Пайлайдай Не проюзан Ливинг Армор Вешается на Фанника И от четвертой смерти Его спасает Далековато Здесь была Лина И это фейл И это фейл Пайлайдай Начал задувать Нон-стоп Здесь в арт-стайла Ну линия Очень напряженная Для команды Нави Да там конечно В свою очередь Формит хвост Ему никто не мешает Феникс Это не особая Проблема Для Героя С таким рейджом Атаки Как Снайпер Но с другой стороны Скоро можно будет Просто не наблюдать Вообще у нас Ни арт-стайла Ни фанника Если и дальше Пойдут так дела Фанник нон-стоп Здесь умирает И о каком-то даггере Вообще пока рановато Говорить И Шейкер Такой герой Что в лес Оформить ему не пойдешь Это не Бэтрайдер Который может просто Сместиться в лес И там Наковырять свой Блинк даггер Если вдруг На лайне Не получилось Дэнди Дэнди на Мидлейне Абсолютно В соло Койква Бедный Просто носится Здесь от Дэнди Жизнь ему Шадоустрайк Квапы Не дает Вообще Кстати у Дэнди Что-то То уже должно Появиться Бутсов спид Есть для него Боттл Мы видели Появляется Мэджик стик Для него Ну и Ну и Ну и все Мэджик Вонт Для Дэнди Уже готов По чуть-чуть Понемножку Но тем не менее Необходимые артефакты Дэнди приобрел Нави выигрывает По золоту Полторы тысячи По Экспириенсу В ноль идут По фрагам Ситуация равная Ну тут Небольшой якорек Конечно есть Для команды Нави Это шейкер От фаника Не потому что Фаник такой А потому что В принципе Линия такая И ничего Приятного Здесь шейкера Не ждет Милишный керри Милишный герой Который должен стоять Формить руками Против Сларка Против Лины Это все неприятно Ну Дэнди Разорался здесь На Шторм спирита Фаник нашел Чем отомстить Команде Тинкер И Нави Выходят вперед По моему Первый раз В этой игре По итогу файта Забрали 320 По голде Шторма Шторм Шторм тоже В неприятности Постоянно влипает Во-первых По фарму Проблемы большие У Койкова 20 на 2 У него У Квапы 30 на 20 Вопат Денает все Что только Можно Денать Но 30 на 20 Понимаете 66% Денай Это многовато Даже как-то Задули в Дэнди Дэнди По ДД Убегает отсюда Артстайл На лох и П Блэк в него Вгрызается И ничего лучше Чем Сделать Тепаут Лич здесь Не решает Ну Абсолютно верное Решение Просто Напросто Артстайл Сам бы Своим ходом Никак не ушел Во-первых У Блэка Достаточно было ХП Во-вторых У Блэка Был Шадоу Дэнс И куда там Лич удеваться Замедление Дарк Пак Там себя Снимаешь И И просто Бежишь На тупом Разносишь Саппорта Команды Нави Ну Койква Тем не менее Не теряет Вообще Надежды Остаться на линии Ну И не все так Конечно Плохо Как я говорю 24 на 2 Есть у Койквы Он Да на пятом месте По фарму Сильно отстает От хвоста Не очень сильно Отстает от Квапы Мог и больше Отставать Но здесь есть Энигма Которая фармит Который Герой Который В общем-то Перефармливает Любого саппорта Команды Нави По нетворцу Энигма На четвертом месте Даже Мидлейнера Обгоняет Я уже не говорю О саппортах Артстайл Просто бедняжка У него тысяча По голде Санейка Здесь полторы тысячи Как-то Ну и Лина А Лина здесь Либо саппортит Либо умирает У нее немного вариантов Заработать деньги Ну что Боллайтнинг Пошел в Дэнди Дэнди успеет ли Блинг дать Нет не успевает Артстайл Пошел чайник по Пинг Панде С одного чайника Пинг Панду Просто Разорвало на куски Ну и Шторм Спирит Очень удачно Провязал здесь Ай-яй-яй-яй-яй Какой же Неприятный момент Для Койквы Шадоустрайк От Квапы И Скрим оф Пейн Тоже очень удачно Зашел от Дэнди Минус 2 делает Команда Нави Хотели разорвать Мидера команды А нато Свинцер В итоге Комба Тим Тинкер Немножечко По Галде И 1300 По Экспириенсу Вполне удачно Артстайл Сместился на Мидлейн Спас Дэнди Ну и здесь Не без Санейка Конечно Ливинг Армор Свое дело сделал По Золоту Нави Выигрывают 2 с копейками По Экспириенсу Они уже 400 Впереди Хвост Формит Просто как сумасшедший Ему никто не мешает Да Если бы Дэнди Кил этот не делал Хвост был бы впереди Но Хвост свое В принципе возьмет И убивать В скором времени Я думаю Будет больше Чем Дэнди Просто потому Что такой герой Просто потому Что напрягаться Не надо Просто Мышкой Выделяешь героя И Нажимаешь Райт клик И все очень просто Делается для снайпера Есть уже Фазы Есть Мом Нет точнее Мома Но Сейчас уже Рецепт летит Для хвоста Ну а ситуация С Момом Шрапнелью Фейсбутцами Тоже элементарная Под ноги Шрапнелья И пошел бить Одну Вторую Третью Четвертую В крайнем случае Ассасинейт Спину запускаешь И любой из героев В составе команды Тинкер Я думаю Здесь отвалится Кроме таких Эскейповых героев Как Шторм Спирит Для этого Для этого Будет Клопа Для этого Будет Оркет У Дэнди Нет В общем-то Нерешимых задач Пайлот Дай Бедняга С одним Тапком Ничего Нормального У него нет Правда Летит уже ему Транквил Буцы Но тоже Это Нищенский набор Абсолютно Для Лины 10 минут Прошло Непривычно Видеть Лину Обычно Непривычно Видеть Лину С таким Нетворсом Потому что Последние Несколько Месяцев Данного героя Используют Совершенно В другом Амплуа Лина у нас Формит И в итоге Выходит В жесткий Лейт Который Перелейтит Любого Лейта За Санейка Побежал Блэк Санейка По Т2 Сюда Уже Пошел ТП От Квапы Дэнди Разорался На Блэка Блэк на Лоу ХП В Шадоу Дэнсе Стопят Как могут Только Блэка Подстопили В итоге У нас Еще и Дэнди Ну и Артстайл Забирает Сларка Забирает Киллинг Спри Стрик С Мейнкер Команды Тинкер 8-3 Нави По фрагам Начинают Подразрывать Тинкеров Это при том Что Тинкерам Надо заниматься Примерно тем Чем занимаются Нави Они проигрывают 1-0 В данной катке Бест оф 3 Напомню Что земля Под Тинкерами Горит сейчас Потому что Они проигрывают 0-1 И катка До двух побед То есть Хвост у нас Попадает Дичайший Вообще Рассказ Тут команды Натус Винсер Артстайл Пошел Чайник Чайник Поппинг Панди Здесь провязал Супернову У нас Феникс Ну и что Вот и Нави Влипли Вот и их Время пришло Огребать Энигма Уже Зарабатывает На хедрес Есть у него Баклер И совсем Немного Остается Саппорту Команды Тинкер До появления Мекки Потом уже Будут Даггера Потом будут БКБ Нави лучше Конечно Поговнить Немножко Энигму Пока Не появились Такие важные Арты Ну и Энигма Кстати А что 56 на 2 Да Энигма у нас Из леса Вышел только Один раз На мидлейн Там слился И второй раз Вот здесь Смогли убить Даблу Команды Нави 5-8 счет На данный момент По золоту Нави После последнего Файта Потеряли Порядка Тысячи Может даже Полторы А вот По экспе Две тысячи Ушло Для команды Тинкер Ну еще бы Нави Выигрывали По фрагам По экспе Разумеется Тоже Поэтому Дороговато Стоили Эти Две Смерти Для НАТО Свинца Блин Взъелись Вы на слово Обычный Такой Глагол Блэк Врывается У нас На артстайла Артстайл На лоу хп Быстрее Типа аут Все верно Блэк Недолго бы Еще разговаривал С артстайлом Два Три Удара И Капитана Команды Нави Пришлось бы Собирать По запчастям Так долго Мы его ждали Явно Не для того Чтобы Блэк Всякие Артстайлы У нас Соло Уничтожали Флоу Уже Сурн Ушадоус Есть у него Транквил Бутцы Есть Мэджик Стик В принципе Феникс Сложный Вынес Не так Мало Как Хотелось 24 на 3 Крипстат Но Экспу Главное Получал Феникс Не особенно Убивал Тут в файтах Не участвовал Два раза Умирал Но Экспириенс Супернова Есть И Карус Дайв И Спирит И все Все в принципе Необходимое Имеется А Рей Это такое Это На любителя Вообще Но в скором Времени Появится Все таки Даже не столько Ради демеджа Сколько ради Подхила Собственных Тиммейтов Данный скил Весьма и весьма Интересен Ну и ждем Появления Аганима От Феникса Все таки Некий дисбаланс Данный артефакт Файты вносит Дэнди у нас исчез С карты Дэнди отправился Фармить леса Теперь Дэнди Отправляется На нижний лайн Далее Соло Пофармить Койки Фрифарм Для Шторм Спирита Зачем Кому это нужно Кроме команды Тинкер я не понимаю Ну видимо Свои Взгляды Есть у новей Поймали Санейка На нижней руне Под ливинг армором Санейка Ну отсюда Не отпускает Лагуна Блейд От Лины Какой дикий А Пайлайдай Просто на лоу хп Развалил у нас в итоге Так Пошел чайник у нас Тут Артстайла Развалили Шторм Спирита На лоу хп Здесь флоу Должны пытаться Разбить Феникс Сан Да куда вы Куда вернитесь В итоге Артстайла У нас оставляет Хвост Артстайл отсюда Вряд ли уходит Пайлайд Башер Господи Башер Глеб Башер Фаник Недалеко у нас был Ну и Артстайл В итоге выживает Подхилили всем Чем только можно Хилинг селф И Боттл провязал на него Фаник Последний заряд Вообще Все ради Кэпа Сейвим Кэпа Вообще ценой Собственных жизней И Не щадя живота Своего Короче говоря Артстайл живет Нави по золоту 3000 По Экспириенсу Где-то 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 500 Да 500 для Нави Димка Гоу Еще интересные слова Субординация Коллаборационизм Экзекьюция Я не знаю больше Интересных слов Попозже Что-то придумаем Что 15 минут сыграно Нави по-прежнему Впереди по Галде По экспириенсу Тоже в принципе Впереди Но он на чуть-чуть Совсем Несмотря на то Что Нави больше убивали Тинкера еще Ничего так Бодрячком держится Выход в лес На хвоста Почему хвост у нас Лесником ушел работать Непонятно В принципе На лайне было Относительно комфортно Но видимо Чтобы дать Получить Экспу И Какие-нибудь Хотя бы Денежки Маламальские На шейкера Ну что Пошел врыв у нас Феникса Феникс не уходит Отсюда Летает Койква Фаника должен пытаться Застопить Да Пайлайдай у нас Останавливает Фаника Налог ХП Фаник Никаких Лагуна Блейдов Все в принципе И без этого Получилось для Команды Тинкер Нет Лагуна Блейд Был проюзан А кого там Фоса У нас хвоста Разорвали Я со своими Экзекьюциями Субординациями Прошу прощения 9-10 Нави начинают Подгорать Немножко И вместе с ними И у меня Где-то припекло По экспириенсу Нави сейчас Должны в ноле уйти Даже меньше 500 В пользу тинкеров По голде С 3,5 до 2,000 Падает Нави Вот это подарок Сделали тинкерам Оркит появляется Для Дэнди Дэнди внизу Формит Снайпер Формит лес Что-то я пропустил Видимо какое-то Обновление Вышло на доту В которой Каждый из героев Каждый из амплуа Должен делать Абсолютно невменяемые вещи За это может Какие-то поинты Дополнительные дают У Койквы Тоже постепенно Готовится выход В Обливиант Став На данный момент Точнее Оркит Оф Моливилианс Есть на данный момент Обливиант Став Ну и Немного до второго Осталось для Койквы Такими темпами Если Нави будут плавиться То скорее всего Рано появится Данный артефакт Дэнди На медлейн У него Оркит Уже есть Поэтому можно остановить Здесь Шторма И попытаться на него Ворваться Недалеко у нас Находится Энигма У Энигмы нет Даггера Поэтому Дэнди должен быть В относительной безопасности Если Слоу Мод Не включит Феникс Ну Феникс В принципе Феникс неприятен Со всех позиций Пинг Панда Попадает у нас По Шрапнель Дэнди пошел Наваливать по Пинг Панде Надо стопить Пинг Панду Надо избавиться Срочно от Блэк Холла Развалили в итоге Энигму И абсолютно бесплатно Забрали Немножко по мане Просила команда Нави По ХП Вообще никаких потей 11.9 За одного Энигму Заработали 400 голды И все это для Для хвоста Давайте портефактом Пробежимся Пока у нас Пауза В файтах У Дэнди После Оркита Появляется Огр Клаб У хвоста Уже есть Ценжин Яша Фейсбут Симом Также имеется У Шейкера Наконец-то 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 Накопились деньги На Даггер Феник приобретает Данный артефакт У Трэнд Протектора Есть гем Санейка у нас Просто Транжир какой-то Транжира какой-то Прям на 19-й минуте Вот Обязательный артефакт Ну а с другой стороны Нави профессиональная команда Как быть иначе Куда тут без гема Трэнд Протектору Зарабатывает на Солринг Уже Транквил Буци Ну и опять же Гем Не перестаю удивляться Да при том что Трэнд Протектор вообще Практически не фармил Ну и Лич Чем у нас отличился У Арт Стайла До Мекки Остается 200 голды Сларк Уже с Алтимейтер Бомб Даггер есть на Блэка Аквилам Пауэр Трэдс Готовится выйти Постепенно в Ай оф Скаде Не такая Вообще печальнейшая Ситуация для Блэка Никакого нищенства Есть Возможность Нафармить нормальный Артефакт Анимедасом Ковыряться До потери пульса У Феникса Уже есть Урн оф Шадоус Есть Став оф Изадри Готовится выйти Постепенно в Лоу В Ю Ну и есть Транквил Буци У Энигмы 650 После Мекки ПТ Солринг Скучно У Лины Транквил Буци Тоже еще один Юл для команды Тинкер Нави ушли Формить И Тинкера Скопировали Собственно Этот мув Отправились формить Блэк готовится Выйти на лайн Паника не видят Куда там врывается Койква Койква ворвался На хвоста Хвост Быстрее бежать В кусты Появляется Для Койква Оркет Все Приехали Можно левать У Денди Уже есть Тысяча голды После Огорклаба Ну наверняка Квапа Выходит у нас В БКБ Куда еще выходить Вряд ли Я думаю Здесь в агани Пойдет Денди Хотел бы идти в него Наверное с Пойнт Бустера Начал бы Данную сборку Так Быстрее лететь вниз Будут дефать Дефать что? Дефать фундамент Хвост Просто в кусты И бежать отсюда Фаник Та же история Как печально Вышло для команды Тинкер Вот эту путевку Купили Устроили тур На нижний лайн В итоге Нифига здесь Вообще не нашли Кроме боли Разочарования Ну и отправились Отправились Скорее всего Пушить у нас Т1 Раз собрались Надо хотя бы Какие-то Продуктивные действия Команде Тинкер Здесь произвести Артстайл Уже подошел Дефать Блэк Быстрее кустами По партизански Вообще В спину Артстайлу Пока что Пока что Без врывов Койква Готов тоже В принципе Врываться Я думаю Оркит Есть маны Вообще Полные баки Только подставляйся Под него Ну и что И дефают Нави Пока что Дефают Да и Тинкера Как-то Немножко Передумали Два игрока Команды Нави У нас На топлейне Дэнди Вот выходит Из инвиза И понимают Что они Здесь И что И все Перетягиваются Дефать Т2 Как-то Поменьше Шарики У команды Тинкер Оказались Не достояли Не добили Своего Ну и в итоге Товара У нас Просто Напросто Хилятся Санейка Здесь На полставки Строителем Работает Великолепно Тренд Протектор С гемом Просто Чудо Из чудес Нет Я понимаю Прекрасно Что ломать Варды Это все Ясно Элементарно Но Кого еще Не варды Ломать А что тогда вообще Можно с гемом Делать Да Это все Ясно Просто Удивительно Что это До 20 минуты Появляется На саппорте С другой стороны Тренд протектор У нас Парень жестковатый Поэтому Не просто Его развалить Так что Гем Элементарно Из него Не выпадет Койква В инвизе Вот теперь Тут Санейка Нужен Где ты Вон Санейка Бежит Койква Быстрее к нему Быстрее 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 Кот Санейка С гемом Увидели Все Сайленс Пошел у нас По Койкве Неожиданная Встреча Для Койквы Не такой Прием Он явно Планировал Да и вообще Не планировал Что его здесь Будут принимать А готовился Принять Я думаю Скорее всего Фанейка Ну в итоге Развалили у нас Быстро 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 Шторм Спирита Счет Становится 14-9 Нави Впереди По голде 4 тысячи По экспириенсу 2 с половиной В пользу Натус Винсер Как там Блэк У Блэка Вообще Все мрачно 23-я минута И серьезных Артефактов Только Мэджик Вонт Алтимейт Орб Пока что Сам по себе Не решает Ну и Блэк 3-1 идет Можно было и пожирнее Как-то себя вести Так На лоу хп У нас здесь Я же тебя выделял Да Флоу у нас на лоу хп Улетает Хилиться на базу Нави начинают Пушить топ лейн Так что Рельсы Рельсы Шпалы Шпалы У нас нарисовались Давайте Дорисуем Это Шторм Спирит У нас рисует Данные штуки Кстати Рошан У нас до сих пор Не падал Ни Нави Ни Тинкеран На него Внимание Не обращают Хвост Перемещается На Эншентов Дэнди Готов рыв Пайлайдая Пайлайдая Есть и улы Будут ждать Дэнди Рассказ Пошел В итоге Поймали Пайлайдая Сайленс На Дэнди Койква Очень удачно Влетел И Пайлайдая Еще живой Должен остаться Лагуна Блейд Есть Просто будет Задувать Спину Нет Не хватит Наверное Дэмэджа И Пайлайдая Лучше Развернуться Фанник Здесь в инвизии Фанник Я думаю От Лины Ничего вообще Не оставит Эхо слэма Нет правда Но недалеко Квапа Поэтому Не только Квапа Недалеко Артстайл Недалеко Санейка Все очень Очень близко У нас К Лине Да я и сам К ней поближе Хотел бы быть Приятная девушка Как никак Команда Тинкер По мидлейну Решила зайти Под смоками Во вражеский лес Собираются здесь Кого-то под Т2 найти В итоге Встретятся Пониже С хайграунда Койква Видит здесь Дэнди 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 должны пытаться Забрать Как минимум Пытаться Дэнди у нас По-прежнему Под Сайленсом Забрали мидера Команды Нави Удачный подарок Во-первых Сам по себе Дэнди Во-вторых Доминейтинг Стрик Подарили Койкве Шторм Дэнди у нас Флоу на лоу хп Поднимают Ветра До Суперновы Надо попытаться Развалить Все Пошел Феникс Сан Ну и будут Бить Есть чем Бить Пинк Панда Туда ли ты Зашел В итоге Пинк Панда У нас Под Сайленсом И умрет Я уже видел Как Энигм У нас Расставил руки Делать Блэк Хол А Блэк Хол Был бы действительно Знатный Тут в троих Четверых Но Блэк Хол Скорее всего Откладывается До До следующего Турнира ESL1 У команды Тинкер Дела действительно Не лучшим образом Здесь По фрагам Они проигрывают 16-10 По экспе Кстати И ничего Так еще Смотрится По золоту Нави 3000 Впереди У Блэка Уже появляется Скади Наконец-то Вменяемые артефакты На мейнкер Команды Тинкер Есть Даггер Есть Скади Есть Ring of Aquila 14-й левел Что там у хвоста Хвост 17-й левел Не хотел вообще Блэк Вот И у хвоста Кстати По артефактам Да и по нотворцу Дела гораздо Лучше идут Чем у Блэка На 4000 Хвост впереди Своего прямого Оппонента По старшинству Что ли Берется Я уже думал Артстайл У нас будет Забирать Аегис В итоге Дэнди Забирает Данный артефакт Камешек Встань Иди И Огр Клаб В БКБ Когда превратится Все Уже есть БКБ Для Дэнди Матрил Кристалис Точнее Появляется Для хвоста Ну и 1100 Сверху Санейка В инвизе Фаник Тоже в инвизе Будут пытаться Поймать Куйку Вряд ли Получится Убить А хотя Можно и попытаться В любом случае Фиссура Эхо Слем Ульта От Снайпера Вообще Не почувствовали В итоге Шторм Спирита Раскастовали Правда Мощнейшим Образом Всю ману Здесь Слил Фаник Которую Можно было За один Раскаст Слить И отправили Куйку Отдыхать Ну так Можно В принципе Бороться С тинкерами Казалось Бы Такой Мобильный Герой Шторм Спирит Вроде бы И вообще Из любой Задницы Можно вылететь И спастись Пинг Панда На лоу хп За ним Дэнди Почему не орал Непонятно Ну рассчитал В общем-то Понял Что мека Будет Проюзана И Квапа В принципе Бесплатно орать Тут Вариантов Немного Тут есть В принципе На кого Наорать Тот же Сларк В Шадоу Дэнси Хоть как-то Его контрить Нави Выходят На Т2 Пинг Панда Уже Готовится Дать Блэк Холл Дали бы Вообще Возможность Только Пинг Панде Из первого Удара Крид Проходит По Энигме И Энигма Решает Что вообще Вертел На Юле Врываться Сюда Ну и хвост Соло Стоит Пилит Т2 Т2 Сто процентов Здесь падает Тинкера Боятся Подойти Правильно Делают Нави Правда Не настолько Сильно Конечно Перефармлены Да 6000 на 30 минуте Не так уж и много И по XP 5000 Но Дело в том Что Рэндж Любого Дэмэджа Или любого Каста команды Нави Он просто Чудовищный Во-первых Хвост бьет С 3000 километров Во-вторых Дэнди Через Sonic Wave Тут на полкарты На самом деле Орет Недавно Такую обучалку Для юных дотеров Учебник по доте Читал И увидел Что там Как описывается Sonic Wave Показан Рэндж И показано Поле покрытия Sonic Wave Блэк Ловит Сайлент Сразу же Dark Pact Быстрее отсюда Бежать Но будут гнать Это облачко Я думаю До самого Хайграунда Своего Дальше за ним Полетел Чайник Блэка Блэка засловили Ульта От снайпера Дэнди Просто на труп Наорал Новый фетиш Какой-то Ну Немножко Не рассчитали Хотя Может Это Какая-то Была игра Между Дэнди И Хвостом Кто первый Сделает труп А кто промажет Собственным Ультом В итоге Дэнди Оказался В проигрышах Хвост Забирает для себя Пятый фраг И сравнивается С Дэнди По количеству Убитых героев 5-2 У снайпера И у Квапы 5-1 На данный момент 18-10 Нави Начинают реализовывать Своё преимущество По левелампу Артефактам И выходят В серьёзное преимущество По фарму 7,5 тысяч По голде По экспириенсу 6 тысяч Тоже для Натус Винца Энигма Хоть в артстайла Блэкхол уже дать Не знаю Хоть в крипов Хоть тавер засосать туда Пока что Энигма С Блэкхолом Кривоват Артстайл Никого не боится Артстайл Во вражеском Лесу И кстати Курьер умирает Для команды Тинкер А ну-ка А ну-ка Где это всё Здесь Какой мерзкий Курьер А это худшее Вообще изобретение В доте За всю историю Просто Смесь Я не знаю Дорожной пыли Грязи какой-то И блевотины Это не Курьер Это Таат сущий Для любого эстета На Блэка Опять выход Развалили Энигму Энигма по-прежнему Без Блэкхола Энигма Блэкхол не даёт У него какой-то У У Энигмы Аллергия на Блэкхолы Действительно 31 минута Вменяемого Блэкхола Не видели Если кто-то Может смотрел Вне меня И видел Ну вне моего каста И видел нормальный Блэкхол Я его пропустил Сообщите Но Вообще Немножко Странновато Этот герой В принципе На себе держит Всю комбинацию тинкеров Это если без шуток Блэкхол Будет Энигмы Будет Лайтстрайк Кэррей Будет Супернова От Феникса И там Блэк уже будет Дорезать всех Но Собственно Нет Блэкхола Нет всего раскаста Где-то поодиночке Ловить Это слишком проблематично БКБ есть у Квапы БКБ есть у Снайпера На Арт Стайла Попробуй выйди Там Авторитетом Задавит тебя просто Шейкера Не видно никогда Тренд протектор Вообще всегда в инвизию ходит Куда в итоге Тратить вообще На кого нападать Тинкерам Непонятно Ну их прерогатива Это масс файты И эти масс файты Они не делают вообще И даже не пытаются Точнее пытаются Но это не смотрится Как попытки Больше смотрится как Просто какой-то фан От команды Тинкер Т2 начинает пушить Пушить Тинкера Хвост уже сюда смещается Недалеко у нас Санейка Овергроуз Произвать нет вариантов Надо еще 20 маны Санейка Но можно попытаться В любом случае Нави со всех сторон Стараются обойти здесь Койку Койка Ловит Сайленс Санейка Овергроуз по Койкве Койка в таверну 10-20 Понеслось У Лича Есть уже Геосептер Это кстати не его Геосептер Или его Что это Почему он затемнен У меня на карте На В скиллбилде Наверное Может быть Какой-то баг Что Тинкера Горят уже 11 тысяч По голде По экспириенсу Десятка Тоже В пользу команды Нави О все Началось У Санейка Появился Даггер Ой Даггер У Санейка Появился Аганим И теперь Карта Превратится Просто В какой-то Кислотный Дом Я до сих Пор Ума Не приложу Никак Почему Тренд протектор Тот который должен Любить защищать деревья Превращает их В такое уродство И что с ними происходит Но это реальная Какая-то кислотность Вообще Ничего хорошего Этот цвет не внушает И Представить что это Не какое-то Неизлечимое заболевание Я не могу Ну просто посмотрите Что Какая-то кислота Серная Сернистая Или цианистый Калий Что там разлито Толком Непонятно Какие-то химикалии По всей карте Теперь будут Ладно Это я задумался Немножко Ну продолжается Давление Теперь Лину Развалили Игроки команды Нави Дэнди Вместе с Санейка Ой вместе с Фаником Точнее Забирает этот фраг 21.10 По голде 12 с копейками Нави По экспириенсу 11 тысяч Тоже В пользу команды Нави Дэнди Уже непонятно Когда последний раз Соник Вейв Больше трех У нас Тинкера Не собираются У Блэка Появляется Башев Хоть какая-то Надежда В принципе Для тинкеров На Койку Надежды никакой Вот разве что На Энигму Я думаю Когда-то прокнуть Должно БКБ Есть уже Для Энигмы Возможно Ситуация С Блэкхоллами Решена будет Возможно Нет Возможно Это просто Как Для красоты Приобретается артефакт В принципе Пинг Панди Просто не прет Тут по факту Тут Флейм Его не Флейм Ему просто Но не везет Не сказать бы Чтоб он сильно ошибался Где-то в каких-то Мувах Просто как-то Рановато на него Нави Хотя как Не везет Энигме Энигме Не везет Что он играет Против команды Натус Винсер Тут вроде В принципе Все с руками Ну и тоже Сильно видный У нас Энигма Сразу же на него Обращает внимание Нави И Фаник Через фиссуру Моментально Энигму Стопит И для Дэнди Первая цель Это Энигма Дать Сайленс Ну и теперь С появлением Блэкингбара Возможно Хотя бы Один Два Ну Полтора Хотя бы Блэкхола Будет от Пинкпанды Пока что 0.4.3 Пока что Пользы Практически Никакой Пайлайдай 1800 на руках У Энигмы После Блэк Так Ну что Что ты будешь делать Феникса Разрывает Соло Снайпер Не смог у нас Никак улететь Отсюда Феникс Опять же В откате Был и Карус Дайв А Супернову Делать против Снайпера С Батерфляй И с Масков Мэднес Это проблема Ну вот Я просто смотрю И героев Которые играют За тренд протектор И всех Вот эта вот Зона должна Просто-напросто Дамажить Она Она зловещая У меня лагать начинает Когда я смотрю На Эту часть карты Ну Снайка В любом случае Кстати Выформил великолепно Блэкхол у нас От Пинкпанды По Дэнди Дэнди правда Не почувствовал Но Блэкхол был Я это видел И вы это видели За койку и дальше Эхо слэм по голове Никуда у нас Койку не отпускают Минус 2 Делает команда Нави Счет становится 10-24 Я аж проснулся Наконец-то Блэкхол от Пинкпанды Надо было Конечно сначала Смотреть Но не успел Я так понимаю Дэнди БКБ Провязал еще До Блэкхола Потому что Дэмэджа На Дэнди Не было По завершению Данного каста Хекс появляется Для команды Нави Именно на Квапе И именно В руках Дэнди У Санейка Уже есть После Аганима 1400 Тут в принципе Даггер будет Совсем не лишним Есть такие зоны Где тут Сильно деревья Не засрешь То есть Аганимом Одним не вывезешь Овергроу Сдавать в любую часть Карты Ну куда-то придется И лично Влетать Думаю Санейка Это понимает И опять же Нави сильно давят Им нужны Наступательные артефакты Такие как Даггера Такие как Там Хекс Ну короче говоря Никакого подсейва Просто идем И ковыряем лица Забирают Т3 По мидлейну Тинкера горят По золоту 17 По экспириенсу Тоже 17 Ну и врыва Никакого Энигма Произвал Блэкхол И сейчас Непонятно как Врываться Койка у нас В роли свиньи Отправляется В таверну Разваливают Здесь Феникс Сан Минус 2 делает Нави Под ногами лежит Миднайт Пульс Но пока что фиолетово На него Санейка Пошел На хайграунд Просто Вообще Медленной Абсолютно Походкой Но очень уверенной Тинкера поверили ему И отправились Поближе к фонтану От греха подальше Потому что кто знает Что от Санейка Вообще ожидать Санейка вроде как Не пинг панда И овергроуз давать В деревья Или в крипов Вряд ли будет Врыв пошел от Фаника Юл поднимает сам себя Пайлайт Дайк Кстати два крутых каста Ивейдит Но тут все не за ивейдишь Ансапа был для хвоста Дальше за Блэком Блэк на лоу хп Ну я понимаю примерно Что там происходит Блэк как минимум Уже плачет Потому что Разваливается Вторая сторона У Блэка Свитчи не получилось С тинкерами не получится Как мне кажется Не хочу червить Но Дела у Блэка В тинкерах Просто тухлые Абсолютно Дэнди Сайленс на Блэк Овергролс Пошел у нас от Санейка Фаник Рассказ по двоим Минус Феникс Минус Блэк Моментальный байбэк От Сларка Готовы драться дальше Минус два Лайна уже от Нави Хвост Быстрее смещаться Надо на топ лейн И заканчивать Эту вакханалию Потому что Нави В любом случае Давят и жесточайшим образом 26 тысяч по голде Так Врыв у нас от Койквы Койквы под Блэкинг Баром Арстайл на лоу хп Арстайл под Сайленсом Чайник уже давным-давно Вкастовал Но Это бесполезность И бесперспективняк От команды Тинкер Ну что Поздравляем Нави Поздравляем Любимую наверное Всеми команду Мной так точно Че тут скрывать уже Поздравляем с Поведой Они проходят дальше Проходят в пятый раунд По сетке лузеров А Тинкерам Помашем ручкой Мы их уже в ESL1 Не увидим Они сражались Серьезно Может быть просто не повезло Может быть просто слабые Я особенно в Доте не разбираюсь Поэтому не буду Какие-то аналитические Высеры здесь организовывать Ну что Нави у нас проходят дальше На сегодня Студия Горокам ТВ И лично я Друг Заканчиваю Каст Спасибо огромное Что были с нами Не забывайте Нажимать фоллоу На нашем Твиче Буду вам Премного вообще благодарен Надо уже Этот барьер В пять вонючих тысяч Пройти И по-серьезки Кастить и стримить Ну и конечно же Заходите в нашу группу ВКонтакте Подписывайтесь Все дальнейшие Касты Все Все анонсы Касательно моих Будущих стримов Будут появляться Именно там Ну а прошедшие матчи Можете наблюдать Как в группе ВКонтакте Так и На нашем канале Ютуб Все Услышимся Уже завтра Хорошей вам ночи Меньше играйте в Доту Больше читайте книг Услышимся Субтитры сделал DimaTorzok